Доброе утро всем, кто только что присоединился к нашей программе. На календаре 22 февраля – среда. Наши коллеги завершили эфир, ну а мы продолжаем. Впереди еще много интересного. Китайские разработчики создали компьютер, который весит около 45 граммов. Визуально корпус напоминает флешку. При этом устройство оснащено четырехъядерным процессором. И на данный момент это самый мощный из миниатюрных гаджетов. Еще больше событий из мира культуры и науки в нашем ежедневном обзоре зарубежных новостей. В деревне Тунис, в 100 километрах от Каира, открылся музей-карикатур. Хозяин экспозиции Мухаммед Абла сам не художник, но большой поклонник этого вида искусства. Началось с того, что он начал коллекционировать работы различных мастеров юмористических картинок. А когда их накопилось приличное количество, решил открыть музей. Новая арт-площадка тут же начала привлекать множество посетителей. Сначала сюда приходили местные жители, а потом про экспозицию узнали туристы. Теперь, если гость оказывается в Египте, то обязательно включает в культурную программу посещение музея-карикатур. А в городе Джидда в Саудовской Аравии проходит фестиваль современного искусства. Сразу в нескольких точках проходят выставки, как на улице, так и на закрытых площадках. В программе мероприятия выставки фотографий, скульптур, картин и видеоинсталляций. Это событие проводят уже в четвертый раз. Его цель – продемонстрировать развитие различных видов искусства в стране. Судя по насыщенной программе, талантливых мастеров здесь достаточно. Фестиваль в этом году продлится до мая, и за это время представленные работы оценят не только жители города, но и многочисленные туристы. В столице Филиппин Маниле тем временем придумали новый способ удивить любимую девушку. Весенние праздники здесь предлагают дарить розы из мяса. Стебли у этих цветов настоящие, а вот бутоны готовят из бекона. Чтобы они выглядели максимально естественно, их обжаривают во фритюрнице. В итоге получается букет, который в вазу не поставишь и съесть жалко. Первые поставки необычных рост опробировали на нескольких леди. Судя по реакции, им сюрприз понравился. Букет среднего размера стоит 44 доллара или 14 тысяч тенге. В этот день, в 2006 году, в Астане прошел первый Евразийский саммит женщин, организованный Ассоциацией деловых женщин Казахстана. Семь лет назад в Национальной библиотеке страны прошла презентация первых трех томов собрания сочинений Алихкана Букихана. 22 февраля 2015 года на курорте Шумбулак стартовали международные соревнования по горнолыжному спорту «Серебряный Эдельвейс». Более подробно о событиях этого дня в материале наших корреспондентов. 22 февраля 1810 года родился польский композитор Фредерик Шопен. В 1966 году был запущен спутник «Космос-110» с собаками-ветерком и угольком на борту. Сегодня день рождения отмечает ведущая солистка балета Государственного академического театра оперы и балета имени Абая Куралай Саркдбаева. Ей исполнилось 42 года. В 1983 году американец Алекс Червинский построил пирамиду из монет высотой 4 метра и установил мировой рекорд. Сегодня в Японии отмечают День кошки. В 2011 году в КНР состоялась презентация проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Астана Алматы». Пять лет назад в одной из алматинских школ открылся музей известного режиссера и актера Мажита Бегалина. Считается, что люди с числом рождения 22 в любом деле основательны, педантичны, осторожны и последовательны. Но давайте узнаем, что расскажет о цифре покровительницы этого дня нумеролог Айсулу Ахимова. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре 22 февраля 2017 года. Цифра дня по нумерологии 16. А цвет дня, который хорошо использовать в одежде либо в аксессуарах, это фиолетовые, сиреневые и лиловые оттенки. Это день общения, обаяния и признания. При этом очень хорошо переключить внимание с крупных, глобальных, серьезных вопросов на текущие дела и семейные вопросы. Если вы сегодня в ссоре с кем-то из близких или родных вам людей, пожалуйста, помиритесь, потому что сегодня самое время для примирения. Встречи для многих могут быть счастливыми и надолго. При этом также хорошим завершением вечера будет компания в кругу близких людей, при этом можно побаловать себя кулинарными изысками и вкусными блюдами. Оборотная сторона дня связана с эмоциональными всплесками, поэтому лучше всего перенести все срочные вопросы на другой момент, более спокойный и благоприятный. А сегодня хорошо расслабиться и провести время в кругу самых близких и родных вам людей. Хорошего вам настроения и добрых положительных эмоций! Многие психологи в своей работе применяют методы древней индийской духовной практики. О том, как и в каких случаях используется мандалотерапия, расскажут наши корреспонденты. Сейчас рисуем мандалу, чтобы посмотреть, что происходит у вас. И я думаю, что вам тоже интересно, что происходит у вас внутри. И здесь из инструментов лежат карандаши, краски и гуашь. Так начала свое занятие по арт-терапии Ольга Солоненко. В аудитории две девушки. Каждая из них хочет получить ответы на волнующие вопросы. Прямо сейчас психоанализик расскажет им, как с помощью обычного рисунка изменить жизнь к лучшему. Мы можем видеть по рисунку мандала те психические процессы, которые происходят. И мы можем поставить предварительно диагноз или гипотезу психического, структуру психической, ну, то есть структуру личности. И мы можем увидеть, в каком состоянии сейчас находится пациент. И прогнозировать дальше лечение или возможность взаимодействия с ним, ну, для того, чтобы он более эффективно был адаптирован во внешней среде. Ольга Солоненко использует метод мандала-терапии в своей практике уже пять лет. По ее словам, способов изготовления мандалы достаточно много. Ее можно нарисовать, построить из разноцветного песка, сплести из ниток и даже создать из металла или камня. Первым делом психоаналитик попросила девушек изобразить на бумаге то, что первым придет в голову. Главное, чтобы творческий процесс был спонтанным. При этом рисунок должен быть выполнен строго в форме круга. Круг во все времена символизировал целостность. И раньше все храмы и все дома строились без углов по кругу. Это означало, что замкнутое пространство и то, что имеет границы. И сама мандала говорит о вот этой целостности. Она вообще делится, может делиться на четыре части, на восемь частей. Или быть сплошной, без центра. К примеру, эта мандала напоминает колесо. Оно символизирует движение. Здесь разделена цикличность того, что человек чувствует. Это об агрессии, это о спокойствии, это о надежде, это о питании, об удовлетворении именно базовых потребностей. Покушать, поспать, отдохнуть. И цикличность этого говорит о том, что у человека очень частая смена этих циклов. И что он их принимает и осознает. Бессознательно вписывая в круг узоры, разные фигуры и цифры, человек изображает собственный код жизни. При расшифровке рисунка специалист может увидеть какие-то обиды, нечаянные радости и даже будущие планы. Когда мы рисуем от руки, мы проявляем всё то, что мы чувствуем на бумаге в виде цветов, символов, форм. И мы можем каждый раз видеть внутреннее развитие своего психического мира. То есть, если мы каждый день будем их рисовать, мы будем видеть динамику того, как наше психическое внутри, как наши чувства проявляются вовне. Гульзат Ирманова на сеансе арт-терапии впервые. Сейчас в её жизни переломный момент. Девушка хочет как можно скорее определиться с выбором будущей профессии. Психоаналитик Ольга Солоненко посоветовала Гульзат взять тайм-аут и отдохнуть, прежде чем вносить серьёзные коррективы в жизнь. Мне очень понравилась арт-терапия. Первый раз столкнулась сегодня в такой прекрасный день благодаря вам. Я очень рада, что присутствовала здесь. Очень многое узнала для себя. Я поняла, что точно, в точности, что сказали, всё совпало. Эльмира Зурдинова пришла на такое занятие тоже в первый раз. Её рисунок получился красочным и ярким. Эта мандала достаточно стабильная. Вы видите, да, она прямо так основательная. Здесь есть эго. Здесь есть середина, чего нет ваших. Да, хорошая середина. И когда вы начинали рисовать, да, вы её поделили сначала на четыре части, это говорит о том, что у вас рациональное мышление, да. То есть вы опираетесь на объективные факты, на объективную реальность, на голову, да, по сути. Расшифровка, да, прям точность, да. То, что я прям как всем прям отношусь, доверьте вас. Сейчас специалисты утверждают, с помощью мандала-терапии человек может избавиться от внутренних переживаний. В итоге он начинает понимать, по какому пути ему следует двигаться для решения своей проблемы. Айман Кай, Стас Фролов, Жанакун. В результате сбоя в эндокринной системе нарушается гормональный баланс. Сегодня о том, как его избежать, расскажет эндокринолог Виктория Ли. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Виктория, скажите, пожалуйста, кто наиболее подвержен гормональным злоем? Подвержены у нас, можно сказать, ну, всё население, как школьное, как дошкольное. Всё это связано, конечно, с продуктами питания, с образом жизни прежде всего. И, к сожалению, я могу сказать, что это целая эпидемия избыточного веса. Это связано с гиподинамией, это связано с нашими, ну, действительно, очень такими комфортными условиями. Тут же пульт, машина там, ну и так далее, вот это вот всё. И, к сожалению, к эндокринологу пациенты приходят во вторую очередь. Когда он плохо, у него одышка, когда он идёт к кардиологу, когда у него укол в горле, он идёт к лорворчу. И, на самом деле, к нам вот так вот прийти с первого раза – это очень маленький процент. Всё-таки оно связано, наверное, с тем, что мы, наверное, не совсем очень образованы в этом направлении. И, на мой взгляд, что какие-то профилактические моменты, раньше в постсоветском пространстве этому очень уделялось большое внимание, то сейчас, к сожалению, этого очень мало. И что приводит, скажем, элементарно вот избыток веса, да? Вот, допустим, все думают, ой, да что там я опять 6 килограмм, хорошо в человека должно быть много. И в результате чего? Нарушение углеводного обмена. Раз нарушился углеводный обмен, соответственно, сахара начинает повышаться. Ну, а как, психология какая? Да нет, ничего, вроде бы хожу. Ну, ладно, ну, пью я 2 литра. Ой, ну, ладно, я 5 литров пью. А когда он пьёт 6 литров, 7, он приходит и говорит, доктор, а что я столько пью? И сколько? И ночью я бегу, я вообще туда не выхожу. Ну, правильно. Повышенный сахар. Повышенный сахар, да. И только после этого. А то, что он весит там 120 килограмм, как бы у него вообще это дело третье, да? И вот когда спрашиваешь, ну, когда это, что это, и получается так, что он ходит в течение там 5 месяцев, там 6. И пришёл он к доктору, потому что уже ему невыносимо уже так вот пить столько воды. То есть, в общем, нужно обращать внимание вот при гормональном сбое на то, что повышенный вес, ещё какие-то факторы. Да, вот вообще приходят, ещё говорят, когда вот у меня чувство комка. Они идут к лору врачу, идут к стоматологу, ну, к эндокринологу во вторую, в третью очередь. Есть такое понятие, щитовидная железа, она так же, как и любой другой орган, подвержен воспалению. И вот именно все и жалобы, чувство комка, першение, неприятные ощущения при глотании, соответствуют это лор-патологии, как бы, да? И поэтому мы все знаем, что надо, чтобы наше горло посмотрели. А грамотный лор, он обязательно отправит к эндокринологу, и в результате исследований, там, анализов, УЗИ и так далее, мы видим, что есть воспаление ткани щитовидной железы. К сожалению, это они приходят во вторую очередь, к сожалению. Виктория, скажите, пожалуйста, а какие анализы сдаются? Ну, смотрите, всё, что касательно, допустим, щитовидной железы, то сдаётся, есть такой набор, как мы говорим, да, териодных гормонов. Это не больно? Ну, это исследования идут из сыворотки крови, это больно. Просто кровь сдаёшь. Кровь сдаёшь, да, и вот это вот, и там есть очень чёткий такой коридор, да, из которого не должно быть мало и не должно быть много, а ровно столько, сколько нужно. Так, и вот если обнаружилось какое-то гормональное нарушение, а это, значит, сбой щитовидной железы, то... Смотрите, в любом случае, если вы... даже один из симптомов, то, что я сказала, есть такое, нужно бежать к эндокринологу и спрашивать, почему это? То есть это следствие уже идёт следствие. Не потому что у вас что-то там, а уже это следствие в результате чего-то, вот. Поэтому, ну, я же говорю, к сожалению, информации мало, и поэтому, наверное, люди вот так вот наши... Вот сегодня у нас есть возможность сказать нашим зрителям, что при любых каких-то вот непонятных нарушениях, прежде всего, сходите к эндокринологу, сдайте анализы, это всё очень просто. Конечно, конечно, и вот даже сейчас вот во всех аптеках сахара, ну, ты видишь, что у тебя избыток веса, проверьте сахар. Если чувство там першения, там что-то такое, ну, сделайте для начала узи щитовидной железы, это сейчас доступно, и самое главное, это не больно. Вот, первое всё, вот вы правильно сказали, а больно это. Ну, на самом деле, 80% мужчин только спрашивают больно, женщины не спрашивают об этом. Но, к сожалению, к избыткам веса мужчины приходят, ну, я так скажу, где-то процентов, ну, 25 в лучшем случае. А избыток веса, это испытывают женщины, конечно, да, ну, вот, ну, это какие-то эстетические точки зрения, да, всё, а так... Мужчина не волнует, он 120 весит или 130, он как-то, знаете, на самом деле, вот, действительно... Я набрал массу, но мы... Да, женщина, вот она сразу, и поэтому, к сожалению, выявление в женской половине населения, конечно, да, оно, скажем так, более процент высокий, чем у мужчин. Ну, и что, профилактика-то какая должна быть? Профилактика какая? Вот я хотела пожелать вот нашим гражданам нашей страны, что всё-таки следите за питанием, да, что рост и весовой показатель, друзья, он должен как бы соответствовать, это однозначно. И вести здоровый образ жизни. Ведь все метаболические моменты, то есть изменения, да, с избытком веса, которые связаны, это что у нас? Гиподинамия, занимайтесь спортом, да. У нас сейчас вот, как вот сейчас вот говорят, модно быть стройным и здоровым. Поэтому я вот как бы призываю к этому. И если что-то у вас там вам не нравится, не надо, там, скажем, умничать, да, там, рыться в интернете, да, но придите к специалисту и спросите, а это что? Вот, это мое глубокое убеждение. Правильно, вы совершенно верно говорите. Мы тоже призываем в каждой программе наших зрителей идти к врачу, к специалистам. Спасибо вам большое. И вести здоровый образ жизни. Да, здоровый образ жизни. Да, совершенно верно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Общение с ребенком – это всегда праздник, ведь дети очень искренние и позитивные. Встречайте в эфире балапанчики. Они дарят вам свои улыбки. Встречайте в эфире балапанчики. Кословица? Ну, кословица? Уже не могу, вот, конч. Ну, я еще не знаю пока. Например, злом добра не добиться. Это же еда. Дерброд – это еда. Ну, хлеб, потом... Потом можно положить, что хочешь, колбасочку, сыр. Бутерброд – это колбаса и хлеб. Хлеб, колбаса и сыр. Ну, сначала кладу хлеб, потом, например, капусту и морковку. Режут хлеб, добавляют в колбасу сыр. Берут хлеб, добавляют сюда сыр. Ой, ну, Данька в сыр кладет, я колбасу. Ну, это почти как вторая часть мультика. Это когда смотрят люди что-то. Сериал – это где? Мама всегда смотрит, но не говорит, как это называется. Сериал – это когда что-то показывают. Сериал? Ну, это фильм. Айжан Нурмагамбетова – певица, заслуженная артистка Республики Казахстан, солистка «Казахконцерта», лауреат Национальной благотворительной премии «Алтын Джурек», лауреат 12-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве на профессиональной сцене с 1978 года. Доброе утро, Айжан. Доброе утро. Я так рада, что ты пришла к нам в этот утренний час побеседовать. Наши зрители тебя вновь видят в нашей студии. Ты заметил, у нас даже ярче стало в студии, потому что у нас настоящая звезда. Скажи, пожалуйста, Айжан, о твоем творчестве мы знаем все. Вся твоя жизнь – это на экране, на сцене. Но я знаю, что сейчас ты поддерживаешь и работаешь с молодыми, начинающими композиторами. Расскажи, пожалуйста, об этом. Честно говоря, сейчас идет подготовительный период. И вот я просто обмолвилась, что сейчас готовлю репертуар. И это репертуар большей частью от молодых композиторов. Да, но не забывайте, пожалуйста, что есть Александр Шевченко, есть Бек Уралбеков. Они были совсем юными 18-летними мальчиками. И я с ними познакомилась в 99-98 году, и с тех пор я с ними сотрудничаю. Я всегда говорила, почему вы так молоды выглядите? Я говорю, потому что я работаю с молодыми. И в 2010 году тоже у меня был концерт, где участвовали вообще все молодые певцы. И одна из них, Айгерим Ракишева была, она 16-летняя девочка, вышла на сцену у меня в концерте. И песни звучали молодых, и молодые великолепные исполнители. И тогда я сказала, мой концерт прошел под девизом «Я не завидую молодым, я ими восхищаюсь». И поэтому сейчас, наверное, еще появились молодые, они поняли, что ко мне можно обращаться и предлагают свои песни. И эти песни, те, которые мне понравились, я их беру в свой репертуар и думаю, что наконец-то, возможно, у меня состоится концерт. Еще один, посвященный 35-летию, хотя я опаздываю уже на два года. И недавно был такой случай, когда мне Бауржан Бимахан, это молодой композитор, мальчик, талантливейший музыкант из города Тарас, предложил мне свои песни, и я сказала этому мальчику, у тебя великолепный голос. И так же сказала, как Беку Уралбеку, почему ты сам не поешь? Он говорит, ну когда-нибудь буду. То есть это твое кредо, работать молодыми и открывать таланты миру. Да, и молодейте вместе с ними. Да, правильно. Да, взаимный интерес у вас. Взаимный интерес. Жанна, говоря о вашем творчестве, мы знаем, что в прошлом году вышел сериал на телеканале «Хабар», «Унесенный Рейсом». Вот, вы там принимали участие. Кого вы играли? Мне предложили роль неожиданно, ну, характерная. Я играла экстрасенса в седьмом поколении. Это твоя роль. Ну, супер. Которую сначала выставляли, ну, она типа шарлатанки, но я заметил, я там, ребята, вот столько серий я не помню, но «Магрипа» седьмой серии. И вы знаете, в конце серии они смягчили. Все-таки некоторые ее предсказания все-таки сбылись. Ну, говоря о съемках, о съемках сериала «Унесенный Рейсом», вообще, как вам работалось на площадке? Да, великолепно. Какая была атмосфера? Каково работать с Серикой Мультипергеновой? Великолепно. Я вообще, знаете, очень послушный человек. И мне нравятся режиссеры, которые дают возможность импровизировать. Я иногда, я потихоньку так начинала, вот у меня есть несколько там предложений, там что-то сказать. И я так раз что-то добавляю, и я вижу в глазах, что глазки загораются, и что ему это нравится. И что он говорит, что это хорошо. И там было очень много настоящих актеров. Я же не актриса, я та певица, которая мечтала всю жизнь быть актрисой. Ну, какая певица, которая не актриса? Ну, там снимались еще... Я там встретила... Да, и... Номинитый. И еще я там встретила прекрасную девочку, с которой снималась в полнометражном фильме «Он и она». Ну, смотри, у тебя много уже ролей, и, насколько я понимаю, ты заболел. Ты заболела кино? Нет, я болею кино давно. Да, ага. Ну, просто помните, я как-то в одном интервью говорила, когда посмотрели фильм «Он и она», я маму посадила перед фильмом, она не ходила в кинотеатр, я ее посадила в интернете, нашла фильм, и я говорю, сейчас я буду. Я там появилась шесть раз, и это было вот так. Мама моя сидела так. А! 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 Какая прелесть. Это были секундные моменты. Она говорит, ну, нет же бы хоть, особенно, говорит, вот в юрте, где ты в этом старинном одеянии, говорит, хотя бы режиссер. Говорит, ну, на пол, еще на пять секунд бы задержал кадр, говорит, чтобы все увидели, что ты можешь быть такой. Потому что я мечтаю всю жизнь сняться в каком-нибудь историческом фильме, и я всем режиссерам говорю, ребята, я не боюсь быть страшной, я не боюсь быть смешной, я не побоюсь выйти в рубище. Да, даже если мне на лысо волосы состригут или покрасят, там, что угодно, и без косметики. Потому что... То есть это роль мечта все-таки, да? Да, ради такой роли, мне кажется, можно... Замечательно. Все, на все. Замечательно. За это можно все отдать. Александр, теперь говоря о музыке, как бы вы назвали свой сольный концерт, в котором звучали бы все ваши песни? Во-первых, я хотела бы сказать, что такой концерт никогда не мог бы состояться, потому что если собрать все песни, которые написаны для меня поэтами и композиторами, лично для меня, да, то это их вот самое меньшее, где-то около двухсот, и они никогда бы не вошли в концерт. Это надо было бы, если даже по двадцать рассчитать, это двадцать концертов. Десять концертов, да? Но все-таки, наверное, если взять песни, те, которые вот остались в душе народа, в памяти моих зрителей, да, то, наверное... Вы знаете, есть история одной песни, которую я не исполнила, но она у меня есть. Название песни очень интересное. И эта песня великолепного композитора, мелодиста из города Шымкент, все его знают, это Ержана Серегпаева, песни которого остались и будут жить, и которые поются, он сам великолепный исполнитель. И я приготовил эту песню, он мне выслал минусовку, самое интересное, что под его минусовку даже не мой тональность, мы хотели выйти в каком-то концерте, и названием этой песни я сказала «Назову концерт». А вы знаете, какой там был текст? И этот текст Ержана, он назывался «Тахдаржова». И поэтому мы даже разговаривали с режиссерами, что если вот я буду делать концерты, один из режиссеров, продюсеров, Алтенбек Рахметов сказал, если ты хочешь назвать концерт «Тахдаржова», «Дороги судьбы», это можно было бы сделать как «Семь дорог» или «Сколько дорог». Говоря о команде, говоря о вашем костюме, кто помогает вам создать вот такие вот прекрасные костюмы? Я всегда говорила, моя команда, это команда, которая начиналась в начале, ну как сказать, это, конечно, человек, который одевает, человек, который, вот я и сказал, одевает, это туда входит человек, который шьет тебе одежду, шьет головные уборы, и уже даже сейчас шьет обувь, да, потому что... У тебя все авторское, да? Да, и причем все это наши казахстанцы, и с ними у меня великая и большая дружба. 20 лет – это Наталья Леонидовна Богданова, это Сергей Шабонин, это наш казахстанский великолепный дизайнер, который недавно когда-то был у вас в гостях у программы «Жан Кун», который покорил и Бакинское, Азербайджан, Fashion Week, и в Москве, где говорят «модели плакали», который точно так же ищет, как и я, который, знаете, он креативен настолько, вот, это просто одна вещь из его коллекции, я иногда у него могу попросить для того, чтобы меняться, вот, говорят, «модели плакали», потому что вот его один из показов, он меня потряс, потому что модели выходили под стихи Рождественского, Роберта Рождественского, в исполнении Алисы Фрейндлих, и модели, слушая эти великие стихи, плакали, а в конце, на самом уже заключающий аккорд, прозвучала песня под гитару Галины Бесединой. Это было что-то, это мы сидели у всех женщин, это был монолог женщины от имени Роберта Рождественского, в исполнении Алисы Фрейндлих. Поэтому такие талантливые люди, я с ним с 2001 года, уже сколько, 16 лет. Замечательно, талант, притягивает талант. И еще один Николай Гребенщиков, какая фамилия, с 2005 года, это тот человек, который шьет мне сценическую обувь, дизайнерскую. И это великая команда, но я могу сказать, что это те люди, которые не говорят мне, что делать, а я им говорю, что делать, а они меня еще немножко останавливают, а иначе, может быть, я бы где-нибудь и перешла какую-то грань. Ну, замечательно. Жанночка, ну вот у нас есть традиция, в это утро у тебя есть такая возможность тоже прочитать маленький монолог нашим зрителям от себя. Я всегда всем, прежде всего, желала счастья, здоровья, здоровья нашим родителям, чтобы никого не волновало будущее наших детей и внуков, чтобы у нас было счастье. Но я хотела бы сейчас, раз вы сказали монолог, ну можно я скажу, прочитаю стихотворение? Оно маленькое. Это стихотворение, которым я хочу сказать, что оно такое, я желаю всем людям быть гордыми. Гордым легче, гордые не плачут, ни от ран, ни от душевной боли, на чужих дорогах не маячат, а любви, как нищие, не молят. Широко раскрылены их плечи, не грызет их зависти короста. Это правда, гордым в жизни легче, только гордым сделаться непросто. Потрясающе, замечательно. Замечательно. Замечательная программа. А здесь у нас люди, артисты большие уже раскрываются с таких интересных сторон. Вот мы в тебе открыли еще одну грань. Всегда тебе счастья, удачи. Спасибо. Спасибо вам. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, пришло время сказать вам до свидания. Пусть этот день будет для вас удачным. Мы желаем вам всего самого-самого доброго. Увидимся завтра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА